Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Родина в состоянии войны. Наши ребята готовы идти на передовую, чтобы исполнить свой долг. Володя Аветисян. Призыв президента Арцаха к созданию новой международной антитеррористической коалиции распространился в Абвесине. Бои на южном направлении продолжаются. Минобороны Республики Армения. Азербайджан обстрелял церковь Казанчатсот в шуши и мирные населенные пункты Арцаха. Курский политик об Арцахской войне. Новости из Западной Армении. Народный ансамбль Вильнюсского университета «Ратилию песни» пожелал мира Арцаху. Участник Первой Арцахской войны полковник Володя Аветисян вскоре отправится в Арцах вместе со своими соратниками. Президентом Республики Западной Армении Арманаком Абрамяном, Ванником Абрамяном, Оруденом Акапяном и другими. В разговоре с пресс-службой Западной Армении Володя Аветисян особо отметил. Родина находится в состоянии войны. Ребята готовы пойти на передовую, выполнить свой долг перед Родиной. И естественно у нас есть жертвы. Раненые нам очень больно, но мы не имеем права впадать в депрессию, потому что Родина нам нужна. Мы идем осознанно. Ребята отлично справляются с поставленной перед ними задачей, нанося противнику большие потери. Скоро наши войска выйдут на линию пересечения Кура-Аракс. Освободят Нахачевань, потом нашу колыбель Западной Армении. 7 октября в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ был распространен призыв президента Республики Арцаха Раика Рутюняна к созданию новой международной антитеррористической коалиции. В призыве президента Арцаха в частности упоминается, что сегодня Арцаха и Республика Армения находятся на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Все страны мира должны сделать все, чтобы сорвать план Турции по превращению Азербайджана в террористическое логово Южного Кавказа. Ситуация в зоне Арцахско-Азербайджанского конфликта ночью была стабильно напряженной. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Стапанян. Ранним утром около 8.30 утра противник на южном направлении предпринял попытку атаки, однако, потеряв три единицы военной техники и более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, бежал в составе батальона с подступов Джабраила. Армянские подразделения недавно уничтожили четыре гаубицы Д-30 вместе с персоналом и боеприпасами, не позволив им занять огневые позиции. Отметим, что Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения, написала Стапанян на своей странице в Facebook. В результате вражеского обстрела была повреждена Церковь Святого Спасителя Казан Чицотс Шуши. А информационный штаб Арцаха сообщает, что в течение ночи противник продолжал обстреливать Степанакирт и другие мирные населенные пункты. Азербайджанно-турецкие террористические силы наносят удары по гражданской инфраструктуре, больницам и жизненно важным объектам. Как передает корреспондент РИЭ Новости, в Арцахе в настоящее время продолжается обстрел Степанакирта. Возле электростанции наблюдается дым. Вероятно, они попали в станцию. Ишхан Аслан Анкаси, курт, бывший дипломат и политик, в интервью АНФ отметил, что война, развязанная Азербайджаном, в Карабахе – это турецкая провокация. По его словам, непосредственное участие Турции в войне продолжает вызывать реакцию международных сил. Теперь Эрдоган обнищал свой народ и использовал налоговые деньги для вербовки террористических групп в Сирии. Для чего он делает это, чтобы реализовать свою османскую мечту или ради собственной диктатуры? Рассуждает над этим вопросом куртский политик. В одном из садов города Малатия, западной Армении, расцвело абрикосовое дерево. Цветущее абрикосовое дерево удивило жителей города. Торнадо в Каркутской провинции муж вызвало панику. Вихрь достиг облаков примерно за пять минут. Двухтысячелетнее дерево шириной в 11 метров и высотой в 25 метров провинции Мергуль в Ардебиле зарегистрировано как государственная собственность под названием Древо памяти. Народный ансамбль Вильнюсского университета Аратилио выразил поддержку Арцаху, исполнив литовскую народную песню «Поне королеал». Как сообщает Армен Пресс, участники ансамбля отмечают в опубликованном в интернете видео, что песня «Поне королеал» считается священной и помогает преодолеть тяжелые времена. «Этой песне ансамбль молится за мир во всем мире. Мы хотим мира в Нагорном Карабахе», — сказали они. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Шоракен ансамбль Мшогерен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok